здорово youtube вторая серия the police такая незапланированная но игрушка мне самому очень понравилось поэтому решил записать даже еще до выхода первой серии я не знаю зашла вам первую или нет но давайте посмотрим вообще что получится удастся ли нам раскрыть преступления и такая залипательная очень игрушечка так что рекомендую чай кофе ну и приятного проспекта так мы до шестого дня до дожили с проверим блин но в тот раз мне кажется мной правильно поступил кто шарит кто смотрел тут только что был мужчина он передал вам вот это мужчина что за мужчина кто его пустил на этот этаж я не знаю никогда его не видела слушай мне пыталась узнать его имя но он вообще не стал со мной разговаривать он в это время говорил по такому большому телефону ну знаете портативному оставил конверт и ушел черт ладно давай сюда конечно это бог быть фотомонтаж но я точно знал что сэнди не отпустятся до дешевых трюков кендрик мертв его семья мертва и умирали они долго и мучительно но кристофер цент не пытался вызвать во мне страх или омерзение было продолжение было в этом послании какая-то профессиональная строгость мафия лишь констатировала факт если я не захотел работать на них они заставят меня с какого-то места просто начинается 8 доброе утро джек мне тут сообщили что ты только что получил моё послание говорю о извини все время забываю что люди не узнают мой голос хотя уверяю тебя джек если бы я сейчас сидел перед тобой ты бы без проблем узнал меня как если бы я был членом твоей семьи может быть даже лучше чем жена жена может предать никто не застрахован от этого я не разговариваю с людьми которые не представляются почему это ребячество ты не в том возрасте чтобы отворачиваться от незнакомцев да и я тоже вокруг нас стариков остается не очень-то много друзей если ты настаиваешь джек то можем познакомиться официально привет джек бойт я кристофер цент очень приятно мистер цент чем вы зарабатываете на жизнь вы узнаете об этом узнаете столько сколько ни один простой полицейский не надеялся узнать но вы теперь не простой полицейский не выключайте телефон начинаем сегодня же короче волей-неволей я буду работать с мафией это я уже понял 8 из 10 так я называю принцип которого я придерживаюсь самого первого дня на должности я должен позвонить своим коллегам и заметь два преступления из 10 чтобы они помогли мне с оставшимися 8 80 из 100 800 из 1000 я гордился этой статистикой для фрибурга не так уж и плохо я только что официально стал мафиозной шлюхой я должен бояться за свою жизнь за жизнь и жены и детей но единственное о чем я мог думать что станет с принципом 8 из 10 так обца не пришла на работу вот надо запоминать и вот этих вот знаете нестабильные элементы их надо прям не жалеть отправлять на всякие эти либо дать ей повышение кстати и станет она по ответственнее отгул дочь выходит замуж до так поехали мэри урезает бюджет из-за того что я афроамериканцы 1 не кикнул до окей не буду даже гнуться под это да ладно а наверно так шестой день давайте посмотрим что в мэрии но мой запрос дали запрос нам кстати перекрылся пока тишина молодая сотрудница фабрики поссорилась с начальником и пытается столкнуть его в чан с кипящим шоколадом так у нас тут сразу три офицера давайте прям чтоб наверняка плюс повышение получит у нас ок пара уехала главное чтоб ничего серьезного сейчас не было блин далеко уехали нам нужна еще и раскрываемость понимаете реально нужно преступник пойман отлично плюс хорош так они у нас возвращаются здесь уже три угона делась бернс сторож автостоянки заметил подростка который ходил между машиной дергал за ручки прежде чем он успел дойти к парню тот нашел незапертую дверь и скрылся в машине через считанные секунды подросток с визгом вылетел с парковки сильно превышая скоростной режим скрылся в направлении пригорода давайте вот так что прям тоже наверняка заодно эти у меня плюс сейчас двое вернуться поэтому если чё перекроемся ими так четверо у меня сейчас остаются до 3 плода уехала хорошо если бы они поймали его значит они приехали стало известно предположительно и местоположение угонщика это молодой пацан может быть очканет и остановится это не было много людей блин но с другой стороны может разбиться это было верно ой 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 захват заложников заплаканный детский голос сообщил что кто-то удерживает его против собственной воли а это может быть и вброс меня не отпускают на улицу я думаю что это вообще ребенок ребят я думаю что блин а если нет я рискну я уверен в себя я не буду всеми рисковать я уверен что ну прям прям вот чуйка у меня я думаю что нет а я уверен что это просто ребенок и все типа или гулять не отпустили или еще что-то слишком ребенок просто говорил типа они меня не любят они мне там не отпускают я сказал ложная тревога мама не отпускал десятилетняя пацана на улицу пока тот не съест брокколи а а а я бы наверно отправил давай-ка офицера отправим кража казино рубинович поступил вызов от рассерженного клиента казино он утверждает что одна из девиц которые терлись у его стола стащила у него портмоне с пару тысяч наличных и полным набором барковских карточек охрана вытолкала его на улицу заявил что он пьян но мужчина не сдается но это штатная такая тема я думаю что как-то вот так офицером просто отправляем пары чтоб прокнула уже 18 часов пока все ровно пока никто не у нас не это так приехал этот на место пока тишина как я и говорил офицеры невредимы все пойманы ари офицеры растут статусе а вот здесь ребята уже наверно не фейк на выезде из паркинга охранник остановил подозрительный фургон что проверить членскую карту но женщина водитель вместо карты досталась бардачка револьвер и выстрелила а ну к секунду а ну ка матушка здесь уже здесь уже надо вот так вот ее вязать спецов спецов нельзя здесь уже что-то серьезная баба тем более с оружием опасно а чё думаете фейк полиция догоняет фургон преступника приказаться остановиться через громкоговоритель стрелять по колесам попробовать прижать фургон к обочине нельзя она с оружием остановиться через громкоговоритель фургон преступница делает резкий вираж и въезжает в витрину секс-шопа женщина вылезает из машины хватает продавца писать ревик к башке сюда сюда все-таки женщина поэтому на нее можно надавить сдалась все живы еще ни один гражданский у меня не умер на типа кинуться к этой лак а при чем здесь вообще это может быть типа вот так пока непонятно идеально пройденный день просто идеально так дружочек и на завтра и на завтра в наряд там смена вообще нарядно извините здесь вообще две лычки нам надо этот завершить вы поняли чё нам надо как-то расследование что проследование было нам надо чтоб больше оперов работала что это такое жители фрибурга выработали иммунитет ко многим чудовищным вещам вы никогда не увидите скопление людей вокруг избитого прохожего никого не заинтересует автомобильная катастрофа уфа мало кто обратит внимание на уличную кражу некогда отвлекаться на такие банальности поэтому натыкаясь на толпу людей по пути на работу с календарно грохнули да дело серьезное что может выбить из привычного ритма этих людей тех кто легко переступит через труп если тот преграждает путь в кофейню оказывается для этого достаточно облепить грузовик листовками или засыпать центральную улицу битым стеклом или выпустить на ледовую арену две сотни крысят ответственность за эти странные акции берет на себя человек под псевдонимом робеспьер а в чем прикол никто не знает кто это чего он хочет сколько у него сторонников и что общего между палитым свиным жиром тротуаром и покрытым страусинами перьями входом в мэрию но именно это помесь детских шалостей и дешевой театральности пугает людей все знают зачем кому-то во фрибурге нужно грабить и убивать но никто не представляет для чего красть из зоопарка льва и забирать его в клетке в здании суда за чудак ручим джокер спир скорее забавляет не масштабом выходок и даже не эмблемой с зеленой бычьей головой а своей кличкой робеспьер серьезно стоит ли мне теперь назвать себя маркизом да ланды к нам это вряд ли в романе про революцию я скорее был бы престарелым канониром отправившимся на войну с мешком отсыревшего пороху или трактирщиком подмешивающим в пивные бочонки мыльную воду да да серьезно подумать об этом мартин штат ваш новый заместитель перебрал с выпивкой джонсон да можно мне домой да но приходи завтра джонсон да я тебя запомнил сынок от пластинки нам не надо куда на смену его выпускать мафия может оказать своим друзьям некоторые специфические услуги вам практически члену в семье они обойдутся поразительно дешево и понял как можно убирать офицеров просто он не мешает чтоб не ждать увольнения просто хлоп и все ваш новый заместитель не сравнится с кендриком но он не так бесполезен как может показаться он может взять на себя кое-какие дела на которые у вас нет времени но но Продолжение следует... Ну, не знаю, наверное, полицейская академия. Ну что, попробуйте его камбэкнуть, но его проще уволить, ребят. Давайте одну вот эту отправим. Нам детективы нужны крутые, этих мы вырастим. Продолжение следует... Не заплатив. Нужен офицер. Я вот так вот сделал. Давай повысим, типа. По крайней мере, шанс ему дадим. Блин, надо было вот этого брать. На вот таких надо болт забивать, которые совсем мертвые. Надо просто забивать болт. Смысл их бустить, я даже не вижу. Лучше вот. Ну ладно. Таких можно просто тоже, да, знаешь, такие безнадежные отсылать. Отсылать, то есть рисковать ими. Поступил новый выраж, что дальнейших распоряжений. Задание выполнено. Сюда. Пацаны просто кроссовки вернули. Ой-ой-ой, покушение на убийство. Муж вернулся с работы. Раньше обычного и застал молодую жену в постели с любовником. Полицию позвонил служан, который вел, как муж снял со стены охотничье ружье. Не надо, дядя. Так, но этот старый. Пожилая опасность, но здесь им недалеко ехать. Сейчас быстро приедут. Опасно. Аля. Сегодня мы организуем премьеру фильма «Назад будущее». Прокатчики, вы просили выделить офицеры, который будет стоять на входе. Давайте бабок поднимем. Так, эти прехоли. Не выполнено. Ой-ой-ой-ой, как хорошо. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сдался. Не-не-не-не, не вальнули его. Сдался, мужик. Сам сдался, причем, ну потому что, смотри, у меня 600 уже опыта у офицера и две лычки. Очень много. А, начальная школа, молодой отец, лишён родительских прав, пытался забрать дочь, когда понял, что ребёнка ему не отдадут. Напал на учительницу, повалил её на ноги и начал. А, ну-ка, сюда-ка. Мне принадлежит крупнейший музыкальный магазин. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Судила моя жена. Моя бывшая очень боится полиции, пытается быть законопослушной гражданкой, если несколько ваших ребят в форме зайца к ней в дом и скажут, что пластинки это улики в важном расследовании. в принципе вообще без вопросов нас намечается дело машиностроительный завод 2209 мы хотим чтобы полиция все испортила 22 часа нужно подготовить пацанов 4000 долларов чем мафии будем подыгрывать хорош хорошо ребята перч уже 70 пластинки он подарил вам бабки надо дать по босик тоже нужны а не мешать в 2200 сорян обрушение общественного порядка галерея охранник сообщил что кто-то проник на высоченный зал при пририсовал картинам пеницы и спрятался в туалете ок 22 22 часа не надо трогать не буду трогать ничего страшного бабки ребят тоже нужны а до сначала плотно на ноги встать всех офицеров так это не он приезду полиции в зале горит свет сторож причитает что он устроился только две недели назад совсем не хочет терять работы за какой-то ерунды успокоишься пока 100 лет которым заперся художник нельзя нельзя испуганный весь в слезах вот такой поворот молодой парень с ножом в руках твердит что это искусство перформанс его никто не поменяет не понимает грозит привет если ему не дадут уйти нужно с ним поговорить и расскажи его недопонимают его не слышат он хотят он хочет чтобы его услышали я так думаю вопросики какие-то имеется так вот сейчас будет задание мафии вот он машиностроительный завод что мутит мафия вот здесь отважно засек двух нарушителей по начальчик через брешь стене алюминий ну и пусть мужики тащит алюминий не не такое прямо не знаете что-то мутит все пусть пусть я не буду не ли не пусть алюминий но ребятам надо жить ну шо опа непонятно все нормально все с алюминием побежал доля за алюминий прилетела не не шутя он вынес все хорошо мария джек ты наверняка вилл в газете историю про томаса блэйна основного кп шизофреника который сделал плохие вещи чтобы такая трагедия не повторилась мы решили провести психологическое тестирование всех копов старше 50 лет для тебя это тоже касается тесты ваши сдавать вообще легко слушайте я был бы неплохим начальником полиции к так вам надо отдохнуть браться смена б в принципе все нормально загадочный татата пьяница нет еще раз гасанется я его увольнять не буду у нас будут другие и так мистер бой до дочь простой тест я буду показываем карточки с абстрактными изображениями вы хотите рассмотреть что ты здесь видишь бабочку а здесь облака мужчина принимает горст таблетки сарае чем дурнее тем лучше бабочка украшает рождественскую елку и уволен мужская рука женская рука и елочная игрушка женщина роняет елочную игрушку так вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет Окей Субтитры сделал DimaTorzok 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 Захват заложников Захват заложников Недовольный клиент пришел в офис адвокатской конторы с пистолетом взял заложники несколько сотрудников я сейчас его сейчас моего ребят это тудым-судым ща я разрулю эту тему даже без свата разрулю поджог дед у нас никаких поджогов ща разрулю я выруливать тему полин мне нужен слот для офицера еще один срочно потом надо оперов набирать надо вот эти дела скрывать звено рубинович не знаю я не видел задание выполнено не знаю что-то какие-то там какой-то там казино там какой-то она придумывает ваши эти казино а задание выполнено не знаю что там хлопки какие-то были на придумали все администрации кинотеатр рецидент произошел во время показа фильма больше более странно чем в раю сгорел экран зрители получили легко уши в панике покидая зал но к счастью никто серьезно не пострадал я хорошо помню эту девушку не были ярко-рыжие волосы я продал ей билет уже после начала сеанса хотя обычно я так не делаю она была уж очень милая видел бутылку не в руке но решил что это газировка рыжая баба красивая я сидел на последнем ряду услышал что через несколько минут после начала фильма кто-то вошел в зал и громко хлопнул дверью я собирался делать замечание потому что любишь когда мне кто-то отвлекает вспышку огня потом полыхающая бутылка вообще бесполезно и вот это показание когда вспыхнул экран я подумал что так и должно быть а рыжую дуру рыжая а выставили новые игровые автоматы прошла с на таком крупном запуске детишки чуть не разнесли его а еще и все ладно хрен с вами блин мало у меня есть офицеров в этой смене очень 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 мало беременная девушка сообщила подозрительном гинекологе который она попала на прием доктор очень странно себя вел уговорил девушку сделать аборт хотя она уже в пятом месяце беременности доктор сказал что всего за 10 тысяч он спасет меня от паразита внутри моего тела я думаю вот этого мы сейчас пока притормознем а ну-ка поехали к охот делу каут колпак уехал а кол доктора я прошло отлично это еще доля рак герта ну-ка 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 пацаны вернитесь к это это доктор замечает полицию хватает скальпель и торжественно кричит подходи по одному я спасу вас отверстия ваших душ перец человек перец до свидания успокоился парень прокуратура и снова не полагать что вы серьезно превысили свои должностные полномочия в ходе сегодняшней акции протеста неудобно как то вышли нарушение общественного порядка домохозяйка пожалуйста на своих соседей которые постоянно шумят устраивает потасовки никаких не считаются людьми в очередной раз обратишь палец она решила из-за резких хлопков квартире с очень громких криков это надо накрывать по полной вот это может быть очень серьезная тема вот это может быть ребята ждем большой партии алкоголя находит слух что наши новые партнеры любят играть нужно парней для подстраховки блин опасно ладно уже конец вроде дня у ее ее ей 2 офицера ребят остается но пара со старшим офицером так главное чтоб сейчас что-то срочно не появился нормально пока 47 минут живем 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 погнали 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 надо то вырулить его ой 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 здесь огнемет и бабы ничего не баррикадировала вот это фейк а вот это да то что он ей продал билет после сеанса вот это точно то вот это точно то ребят огнемета никакого не было это фейк и баба я еще раз говорю никого не баррикадировала блин что-то здесь серьезно вступил звонок из гостиничного номера с жалоби на шум и женские крики по моему там кого-то насилует блин офицера у меня нет ни одного ждем немного слушайте накрыли мы ребят накрыли очень хорошо всех повысили снасилование преступник скрылся блин не успели мы взять ладно можно было брать можно но опасно шеф я хочу больше времени проводить семьей прикольно окей ну ребята как говорится бывает может быть они кексом занимались тоже не знает может быть просто кто-то завидовал для ты на крысе чеха пришла на работу этот вот тип ок может разрулить стоп мы недовольны эффективность полицейского департамента с чего-то урезаешь бюджет то черт как так то как так то это для офицера надо дайте зараза вроде молодая из б дома уволили опа самоди сегодня герой он вытащил из реки тонущего сенатора мэрии по рекомендации сенатор решила представить офицера к награде будь много журналистов надо короче а отгулы отгулы отгул дадим ему отгул дадим ой хорош награду слышь дали вытащил кого-то умница так а плюс у нас еще один офицер до у можно так или нет наверно можно со смены я не могу никого снимать очень мало я будет очень сложные сутки если предполагать что копам придется арестовать не одного а двух преступников а целую группу и может пригодиться автозак настоящего способен сотрудники справиться без специального транспорта на большинство полицейский автозак не помешает жаль что полицейского участка нет денег на него фургончик мороженое сбил школьника скорая помощь приехала через несколько минут но медикам осталось лишь констатировать смерть жители улицы на которой произошла трагедия в ярость они хотят разделаться с водителем фургончик он прячется в машине скорой помощи медики пытаются образумить толпу на ситуации вот-вот выйти из-под контроля офицера надо отправлять блин могут не вырулить тут прямо реально офицер нужен я думаю должен но 280 опыта у него ребят должен вырулить нищий участок но извините я не как брунов я ток учусь если что джек какой-то черный гангстер напал на наш магазин а сейчас не хват ой 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 о боже жутких криках доносящихся с лесопилки мне кажется это шляпа не верю ребят привет всем ребят добро пожаловать на стрим привет такое можно конечно попробовать но называть мастер-класс за всех людей должны научиться вести себя на дороге трех лучших офицеров новые это автозак подарить автозак нам надо давай 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 да ребята 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 нам надо автозак сюда это деду надо но извините прорваться наркоман но некого мне посылать душу я теперь у нас не штатная ситуация мужчина держит молодого парня у циркулярной пилы парень истошно орет задание выполнено сюда куда не успеет но ничего страшного чё нету нету у меня ну 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 что мне сделать но автозак нужен не дает город автозак вот это дедушки надо ушу шо шо перед началом финального заседания по делу серийного убийцы подсудимый выходил у пристава пистолет расстрелял несколько человек забаррикадировался вздали суда взяв в заложники я понимаю что это мафия борщат борщат вот это уже не борщат конкретно поступил новый вызов балян у меня не хватит ребята людей не хватит ребят и здесь потеряем людей не хватит браться не вырулят они это давайте не ну здесь уже реально они борщат медики приехали на вызов мужчине который жаловался на боли в груди во время осмотра они внезапно напал на одного из врачей чашму что там мировом короче заговоре хочу еще трое делают почему они не вернулись нету людей нету в этой смене уволили у меня людей ну что мне делать новых кадров не найдено но вообще замечательно нет у меня никого задание выполнено хорош хорош ребята вот это хорош прикинь затащили мне кажется здесь спецназ вырулил и короче офицер жек мы не знаю зачем так поступил надеемся у тебя была серьезная причина да 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 просто на тоненького реально в эту смену срочно нужны люди срочно нужны люди в эту смену как-то надо балансировать между на спецназ здесь вообще вырулил жестко это ада у нас по моему да смене а очень в смене б очень мало сотрудников что же мне делать то все понеслась мистер бойт почему вы отправили полицейский на протест феминист первое нет четвертое нет вот это нет вот это делаем все враг кто-то позвонил в полицию сообщил что пар какие-то люди устроили балаган придерживаемся правил что типа вообще нам плевать кто это на ваш взгляд какие-то участники протеста могли представить угрозу окружающим определенно когда 50 человек собираются в одном месте всегда есть лишь кто-то пойдет что-то пойдет не так вы женаты не так ли по имеет это отношение вообще к делу хорошо ответим да но мы не женой хорошо отношусь там мне как начинающему коррупционеру пришлось отказаться от некоторых привычек мэрию нельзя было сдавать больше не могу отключать телефон когда голова болит нельзя больше спать до обеда в субботу перейти на бурзины и дела на подчиненных не получится взять отгул и уехать на рыбалку но традиция раз в неделю посещать клуб за олд колония незыблемо в такие но больше сигарный дым неведомые мне виды алкоголя и слабония старческой мочи в перемешку с пьяными отрыжками в опасных для жизни количествах так было 30 лет назад так случилось и сегодня традиции нужно чтить если ты остаешься верен то ты обязан соблюдать и все сопутствующие ритуалы когда вы катаешься из клуба в подворотню нужно набрать побольше воздуха в легкие и досчитать до 100 если за это время тебя не вывернуло наизнанку можно спокойно выдохнуть и пойти ловить такси в этот раз я досчитал до 60 меня прервали а в живую ты выглядишь даже лучше чем по телевизору и кто от ничего более невежливого чем подходить к людям в подворотне за олд колори это самое интимное пространство в городе захотя сюда вы расплескиваете своими грязными ботинками поток самой элитной блевотины фрибурга на этот асфальт выворачивает судей адвокатов музыкантов бизнесменов и политиков чтобы топтаться тут нужно быть крайне самонадеянным и хотя мои глаза были затянуты пьяной пеленой я сразу понял кто передо мной карикатурный гангстерский костюм из комикса про дико трейс мы сильно не пересекали фрукту дорога нахальная походка так в газетах описывали вику саваргу новую криминальную звезду фрибурга еще один появившись из ниоткуда и заручившись поддержкой местных панков варга нарушал все правила установленные в бандитской среде он убивал тех кого нельзя убивать торговал тем чем нельзя торговать и грабил тех кого нельзя грабить всего за месяц этот человек обрел редкое могущество его описывали как шута и как сумасшедшего и как преступного гения и как пустоголового выскочку если бы на месте варги был кто-то из старых криминальных боссов его бы давно разрезали на кусочки и выкинули в реку но было в стремительной наглости вику со что-то обескураживающее пока в городе решали что с ним делать он уже сжигал дом очередного престарелого гангстера не лучший момент для разговора мистер варга ты знаешь как меня зовут ну я польщен хотя и не удивлен если честно ну да у меня проблемы с манерами но ваш город учит всех приезжих одной вещи с хорошими манерами можно дойти куда угодно но я не хочу никуда идти я хочу остаться здесь даже в криминальном мире нужны манеры мистер варга и уж тем более они не помешают когда говоришь пьяным копом которому хочется срать и выливать одновременно правда а вот я думал у вас во фрибурге с копами обращаются как с каким-то дерьмом я смотрю вы уже успели узнать фрибург мистер варга ну я пока осматриваюсь осваиваюсь но я точно знаю одно с обитателями этой подворотни надо дружить джек может манеры у меня и не лучше да но мама говорила что друзья должны обмениваться телефонами у вас такой быстрый город я прямо как опять на амфетамины подсел просыпаешься утром никого не трогаешь а там за ночь уже друг друга поубивали все так что не тяни со звонком можешь звонить пьяный так даже веселее я все равно скорее всего буду под кайфом черт да я даже сейчас под кайфом так сложно у вас в городе не быть под кайфом нравится мне ваш город джек я тут остался я думаю что чувак будет просить чтобы моего покрывали на руке на следующее утро я бы мог и не вспомнить этот разговор но я зря волновался об этой встрече мне кажется он более жесткий но будет больше денег давать чем-то мафия не точно вопросом все утро меня мучил запах фруктового одеколона вику саварги резкий цитрусовый аромат так настойчиво преследовал меня по дому что я невольно решил будто викус поселился у меня в гостиной когда я понял что запах исходит от гигантской корзины с апельсинами я напрягся еще сильнее мне под дверь подбрасывали письма с угрозами улики по уголовным делам и не даже дохлых харьков но фрукты никогда сообщает ваш подарок простите это вы привезли корзину апельсинов нет она тут стояла когда я приехал ясно а вы кто сегодня я ваш водитель и куда мы поедем на работу и все но по пути мы еще кое куда заедем куда на ранчо на какое ранчо просто на ранчо ясно а утро выдавалось настолько себя понял какой раньше дел разрушать всю магию лишними расспросами пока не разговорчивый парень полчаса вез меня черт знает куда я был уверен что сейчас мы наедем на кочку машину тряханет а я очнусь в подворотне за олд колони уткнувшись носом в гнилую апельсиновую корку но нет все было по-настоящему молчаливый парень настоящий звук двигателя настоящий пыль настоящая вырастающая на горизонте ранчо настоящая пофей и кстати очень знакомая помпезное жилище семье сэндов десятилетиями и не сходит с газетных полос но мало кому удавалось подобраться к нему ближе чем на несколько километров кажется мне повезло меня прям жестко начинают кошмарить я не думал что вы любите личные встречи мистер сэнд только если мне приятно компания а вам приятно моя компания да сегодня сегодня особенный день да я успел заметить ты часто бываешь в клубе the old colony джек каждую неделю встречаешься там с людьми как правило нет но иногда все же встречаешься да заводишь новые знакомства иногда так получается но хожу я туда не за этим а зачем же такое у меня хобби хобби ты знаешь что-нибудь о моих хобби ну судя по тому что я истоптал полдюжины животных шкур пока добирался до этого кресла вы любите охоту люблю теперь люблю в детстве она казалась мне утомительной слишком медленной но с возрастом я кажется вырастил в себе нужное качество какое качество терпение умение дожидаться нужного момента вот смотришь на оленя и понимаешь что он твой ты знаешь что заслужил его но чтобы получить оленя нужно ждать сидеть в кустах и не шуметь профессиональные охотники будут говорить тебе что охота сложное ремесло что там много правил что это окутанное тайнами древнее мастерство полная чушь нужно просто сидеть в сторонке достаточно долго и точно определить момент когда уже наконец можно стрелять я научился этому но до тебя джек мне далеко я не совсем понимаю да ладно джек я знаю про полмиллиона знаю твой план кендрик мне все рассказал что и говорить я восхищен пока одни учатся задерживать дыхание на полторы минуты и стараются не слишком громко шелестеть листвой ты превратился в куст вокруг которого олени плодились и размножались десятилетиями но все это время ты держал ружье на готове ты прости мне мою излишнюю образность джек я еще и поэт немного я не знаю что вам там сказал кендрик но вы все не так поняли а мне кажется я все понял правильно мне вообще кажется что мы отлично друг друга понимаем джек на этой войне мы станем отличными партнерами войне на каждое поколение приходится по одной войне мой дед изгнал из города эмберсонов когда ему было двадцать семь мой отец истребил банду этого психа мориса бэля когда ему было 30 и я думал что мне так и не доведется повоевать как следует но пришло и мое время завтра викус варга объявит мне войну и я обязан буду ответить значит дело викус и варгия я не могу понять как он думает я не знаю планирует ли он свои действия не знаю какие у него цели он человек не нашей с тобой породы понимаешь а ведь когда он только появился я предложил ему работать вместе считай официальное приглашение отправил от руки написал и знаешь чем он мне ответил большой корзиной с фруктами ну как можно расценивать такое послание думаю это может значить что угодно вот именно я опаздываю на работу мистер сэнд знаешь джек я ведь мог бы тебе прямо сейчас дать пол миллиона наличными в любых купюрах но я не хочу оскорблять тебя и не оскорбишь тебя джек я не прошу от тебя ничего такого что противоречило бы твоей натуре просто подумай о нашем разговоре подумай и позвони мне берем полляма 25 просит классических этих и все как я уже говорил с началом новой жизни мне пришлось отказаться от некоторых старых привычек одна из них держаться в стороне от вещей которые меня не касаются теперь я не могу позволить себе такую роскошь потому что вещей которые меня не касаются больше не осталось я бы не стал я ближе к сэнду склоняюсь менять коней на переправе это плохая идея я за сэнда до молодой пришел тем более не по понятиям не вообще ничего нет я понимаю бы были идей скажи ему это будет выбор был довольно простой молодой амбициозный беспредельщик либо старый уклад понятия сила власть и долгие года огромная банда долгие года правления какой бы сделал выбор ты я не знаю но наверно также а может быть и нет лайк подписка кому понравилась серия если ждете новую также не забывайте залетать в комментарии писать там чуть делитесь социальных сетях и не забывайте про плейлист где можете посмотрите первую серию все последующие с вами как всегда был я лёха канал хард геймс увидимся следующих серий алексей